Так, ассалам галейкам хурметы казахстанцы, зерменьер галей, кирей, аксара, марал ищаннен, аулиенн, уртага. И я вот знаете, друзья мои, я вот наблюдаю новости, смотрю по Кустанайской области, потому что туда уехал, перевели вернее, Акима с СКО, то есть нашего североказахстанской области, был Кумар Аксакалов, который и развел здесь вот этих свиней, свинокомплекс создал у нас в СКО, и теперь уехал, знаешь, к Кустанайской области. И я теперь переживаю за Кустанайской области, потому что это земли моего прапрапрадеда Аулие, марал ищанн, я думаю, этот любитель, значит, выращивать свиней может и там нагадить этими свиньями, потому что он уже умеет, понимаете, за ним, видать, уже на него вышли эти любители свиней, знаете, это обычно как делается, и поэтому я за это переживаю, за область моего прапрапрадеда, значит, Аулие, марал ищанн, и поэтому за ним наблюдаю. И вот, пожалуйста, нашел статью, Кустанайская область, 2023 год, планируют инвестпроекты в АПК, об этом главы районов доложили Аким области, Кумару Аксакалову. И вот, ладно, читаю, читаю, вроде КРС, там, молоко, там, ну, вроде все нормально, вроде все чистенько, чистенько. Зерно, то есть там, где зерно, там всегда свиньи, я так говорю. И вот, смотрите, поэтому я всегда говорю, зерно надо все это целину убрать, вернуть лошадей, лошадей. Но, к сожалению, все еще идет, вот видите, придется, я говорю, мне становиться президентом, чтобы развести лошадей. Прямо вот хотите, не хотите, я, наверное, вот из принципа стану президентом. И вот, смотрите, вот дальше, вот, и в самом уголочке, как всегда, знаете, спрятали свинюшку, спрятал Кумар Аксакалов свинюшку. Ах ты, я говорю, негодный ты человек, безбожный, как ты не боишься Всевышнего Аллаха. Откажись, Кумар Аксакалов к вам обращаюсь, откажись, тем более ты возглавляешь Кустанайскую область. Еще раз говорю, там родился Ауле Морал еще. Смотри, я говорю, он любимчиком Аллаха был, смотри. Бойся Аллаха, бойся Всевышнего Аллаха. И вот здесь, вот смотрите, значит, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 21-25 годы аграрной кредитной корпорации выдана микрокредитов 9 заемщикам на сумму 33 миллиона тенге при плане 39,5. Ну что, не могли еще найти что-то. И задание, вот благодаря выделенным займам приобретено 51 голова крупного, 69 малого, мелкого, рогатого скота. И, друзья мои, смотрите, 7 голов лошадей. Субханаллах позор же, всего лишь 7 голов лошадей приобрели на всю область Кустанайской. А зато дальше, смотрите дальше. Я же, как говорил, подозревал я этот хумар-аксакал вылезет со своим свиньями. И, пожалуйста, видите, в самом конце здесь так мелкими шрифтами написано, что продолжается модернизация, расширение действующего свиноводческого комплекса. Астафир Аллах, я говорю, Астафир Аллах, подселекционно-генетический центр с дальнейшей переработкой собственного сырья мощностью 30 тысяч голов в год. Лошадей всего 7, а свиней, представляете, 30 тысяч голов в год. В текущем году здесь написано, в рамках программы «Агробизнес» предприятием получен первый транш в сумме 500 миллионов тенге на пополнение оборотных средств. Видите, то есть за всем стоит вот этот «Агробизнес». Вот они, любители свиней. Понимаете? То есть я, например, высказываю свое личное мнение. Я вообще против, чтобы были свиньи в Казахстане. Вы слышите меня, Кумар Аксакал? И также вот эта вот компания. Я еще разберусь, кто такие вот это «Агробизнес». Кто такие еще и разберусь. Кто там у них там самый такой любитель свиней. Что я говорю? Лошадей почему не разводят? В общем, вот такие вот, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Что вы думаете об этом? Я считаю, это вот это вот «Свиней» надо выкорчевать с Казахстана. Я ничего не имею против, если свинью держат там в подворье. В подворье у себя дома там украинцы по национальности, либо русские там, либо другие, которых у них в национальной традиции есть свинья. В подворье у себя, в частном подворье, пожалуйста, я не против. Но разводить свиней в комплексах, еще и получать деньги с государства, с казахского. Это Казахстан, вы понимаете? Это не Украина, где свинина у них там является национальным продуктом. Это Казахстан. Здесь живут потомки вчерашних мусульман, которые, наверное, переворачиваются в могиле, когда вот такие акимы разводят этих свиней. В общем, вот так вот, негодование, вот негодование. Ну, а вы, друзья, пишите в комментариях. Надо бить на бат, бить. А не видишь, как они хитро прячут в самом уголочке? Семь лошадей всего лишь. И тридцать тысяч свиней хотят приобрести. В общем, вот такие новости. Семь лошадей всего лишь.